Всем привет и так что же новенького на Доме-2 и за периметром. Стала известна настоящая причина ухода ведущей Юлии Ефременковой. Мандезир подрался с оператором, разбил телевизор и две видеокамеры. А камеры там очень дорогие и стоят как квартиры. Такого безобразного поведения Света Амуру не простили и выставили парня за периметр. Но Юля посчитала это решение организаторов несправедливым, она вступилась за любимого. В итоге она поругалась с начальством и тоже отправилась за ворота. Эти слухи косвенно подтвердила Бородина. Говорит, что да, Юлия уволена, ведутся разбирательства. Мандезир, да, очень агрессивный участник. Это его не первая стычка с сотрудниками Дома-2. Ранее он одного из мужчин травмировал, за что и был изгнан с проекта в свой первый приход. Чем же занимаются ребята после Дома-2? Они стараются увеличить количество подписчиков в Инстаграм. Ведь на доходы от рекламы можно хорошо жить. Мандезиру что-то неохотно предлагают рекламу. А вот Юля постоянно рекламирует салоны красоты, одежду и так далее. Ничего другого они, видимо, не умеют. Денис Макроусов уже поговаривает об уходе с проекта Дом-2. Говорит, что уже не мальчик, не собирает с соседним тут сидеть. Он хочет работать, профессионально расти, зарабатывать. Если у него не получится совмещать проекты и работу, то мужчина уйдет. Хорошо еще, что ему есть чем заняться в доме. Денис взял на себя кухонные заботы и он хорошо готовит. Алена же не всегда успевает похозяйничать. Ну а в остальном, Аленушка, по словам Дениса, просто прекрасна. Она у меня словно кофе пишет. Горячая, крепкая, вкусная, бодрящая и ароматная. Поговаривают, что Иру Пингвинову выставили из проекта со скандалом. Девушка перестаралась с виноградными напитками и не по-детски разошлась. Она выдала все проектные тайны, говорила плохо о руководстве. После, протрезвев, девушка делала попытки вернуться, но поезд уже ушел. Маме Саше Черно понравилось на доме 2. Еще бы, ведь за выход в эфир она получила неплохую сумму. Теперь женщина станет постоянной гостьей на проекте. Вот опять пришла и привела сына. Мальчик хороший, но видно, что куртка ему не по размеру. Черно столько зарабатывает, помогла бы ребенку. Саша возмущена очередным приходом мамы Ирины. Она совершенно справедливо считает, что мама просто зарабатывает на шоу. И, конечно же, на известности старшей дочки. Влад Кадони забрал Ксению Шаповал с проекта. У них ведь все серьезно. У них самая настоящая любовь-морковь. За проектом, по словам Влада, и свадьба будет, и дети. Счастья вам, мальчики пишут в комментариях. А это волшебный живот Оли Рапунцель. То животик есть, то его нет. То он больше, то меньше. Это нарезка кадров за 2 и 3 марта, которые сделали фанаты проекта. Кстати, Олю никто никогда не видел в женской консультации. И она никогда не говорила о шевелениях плода. А Саша Черно была замечена в женской консультации. Вот комментарии Натальи Погодиной. У меня подруга живет на бульваре Дмитрия Донского. Она в клинике видела Черно своими глазами. Саша действительно беременная. А вообще, меня в последнее время стала посещать крамольная мысль все чаще и чаще. А не бросить ли смотреть Дом 2? Он незаметно стал превращаться в дом престарелых бомжей. И Рапунцели скоро уходят в декрет. А у вас не возникает подобных мыслей. Илья Ябаров просит у проекта денежек на свадьбу с Настей Карпун. С Настей Голд. У него недостаточно средств на это. А ребята так хотят узаконить свои отношения. Голд хочет пышную свадьбу. На просто роспись она не согласна. Поговаривают о том, что на проект возвращают Иванова Мацьолика. И без Виктории Цитурян не обойдется. Слухи разносят журналисты журнала Дом 2. А им верить нужно с осторожностью. Милена, видимо, сделала очередной тест и подтвердила свои же слова о беременности. А Безус устала девушке, хочет побыть без нее некоторое время и готов отправиться на остров любви. О своих серьезных намерениях заговорил и Валера Блеменкранц. В ближайшее время он сделает предложение о руке и сердце Анне Левченко. Мать его дочери Тата Блеменкранц хочет познакомиться с Анной поближе. Сменила, в общем, гнев на милость. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!